Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня я хотел бы начать с вами вести речь об одной из библейских книг, а именно о книге «Экклезиаст» или «Проповедника». Это одна из книг так называемых «Писаний» — «Ктувим». То есть это не пророчество и не закон, в чистом виде это некие писания, которые учат жизни и наставляют на путь размышления о приходящих и неприходящих ценностях. Само слово «Экклезиаст» происходит от слова «Экклезия», то есть церковь, это книга церковного проповедника, в еврейском языке называется книга «Кгелет», от слова «Кагал», от того же самого, что «Экклезия», то есть собрание. Это человек, который произносит слова к народу, собранному на молитву, учащие их. Вообще библейские книги предполагают больше всего слушание народом и чтение одним человеком. Вот, скажем, в книге «Откровение Иоанна Богослова» есть такие слова «блаженны слушающие и читающие» слова книги пророчества сего. Или там вначале читающие и слушающие дается понять, что книга эта написана для литургического собрания, то есть нужно собраться вместе, и не каждый в отдельности сидит там и высчитывает, что такое тысяча лет, что такое там 144 года, а все слушают, один читает. То есть эта книга написана для собрания богослужебного. Подобная книга является книгой экклезиаста или проповедника. И, в принципе, все книги Священного Писания расположены, созданы не только для того, чтобы мы их читали дома сами, но также для того, чтобы мы, во-первых, слушали их в храме так, чтобы слушающих было много, а читающих – один. Это из-за того, что мы имеем некую жажду большую, нежели слушание Слова Божия один раз в неделю, в воскресенье? Или же из-за того, что проповедуют всегда меньше, чем нужно? Всегда. Хоть бы мы каждый день проповедовали, все равно это будет меньше, чем нужно. Вот именно поэтому надается Писание в руки, мы можем его сами изучать и постигать скрытые в нем смыслы. Итак, книга «Кагилет» или «Экклезиаст» и то и другое слова, не наше, а греческое, еврейское. Книга – это человека, выступающего перед широкой аудиторией верующих людей и говорит с ними в церкви. Книга усваивается Соломону, он ее автор. Это книга старости Соломоновой, книга его зрелости и опыта. И книга ставит перед нами ряд очень важных вопросов, главные, может быть, из которых это возможно или вообще земное счастье. Человек находится под некой иллюзией счастья, он живет ею, бежит за ней, как в сказке про Улиншпигеля. Там, значит, этот хитрец Улиншпигель ехал на осле и держал перед ослом морковку. И осел шел за этой морковкой, значит, забывая об усталости, и так прошел большую часть пути, хотя был очень уставший и долго вести на себе издока не мог. За счастьем бежит человек, и вся расхожая фраза, кажется, она написана, было сказано Короленко, что человек рожден для счастья, как птица для полета. И вот Экклезиаст ставит со всей резкостью и точностью этот вопрос, вообще возможно ли земное счастье. И, братья и сестры, должен разбить некую фарфоровую иллюзию, что, значит, счастье в жизни в принципе невозможно. Есть некоторые вещи, к которым можно утешиться, но они иногда даже обидно звучат. Мы об этом будем немножко говорить. Итак, Экклезиаст ставит под вопрос земное счастье и, по сути, отказывает нам в том, что оно возможно. Прочное, твердое, непоколебимое. Свойство жизни – это превратность и превременность. Она вращается постоянно. Она меняется, не стоит на месте, где, как Державин писал, где стол был яств, там гроб стоит. То есть все меняется, скорбное, радостное. И это терзает человеческое сердце. Человеку хочется счастья непоколебимого. Книга Экклезиаста находится в некой середине Писания. Она поднимает скептические вопросы о земном благоденствии. Я хочу подчеркнуть и заметить очень важную мысль, на мой взгляд. А именно, что закон Божий, то есть данный через Моисея и евреям, книги «Бытия», «Исхода», «Левита», там, где есть заповеди и прочие законы установления, они подчеркнуты материалистичны. Ничего о загробном мире, по сути, так ясно и четко. Ничего о будущем воздаянии. Все только о земле. Награды только земные. Ты будешь здоров, у тебя не будет бесплодных овец, волов, ослов в стаде. Дети будут у тебя здоровы, ты не будешь бездетен, будешь долголетен. И вот такой набор, такой перечисляется земных благоденствий и земных таких удовольствий. И больше ничего. То есть книга закона подчеркнута материалистично, не потому, что у Бога нету больше, чем наградить человека, нет больше даров и богатств, а потому, что человек других даров больше не понимает. Пока. То есть на момент получения книги закона, на момент выхода из Египта, на момент этого Синайского откровения, большего человек понять не в силах. Больше соблазнит его или устрашит, или заставит сомневаться, или он не поймет вообще, о чем идет речь. Поэтому Господь Бог говорит с материалистичным человеком, с плотским человеком, с человеком насквозь земным, насквозь по земному. И люди так долго и жили. Жили, радуясь тому, что Бог сказал, едя и пия, рождая, зачиная, празднуя, завязывая первый сноп и так далее. И других радостей вроде бы не ощущали. На момент появления книги Екклезиаста в человеческом сердце обнаружилась некая пустота. Пустота, которая не заполняется земными радостями. Это очень важно. Зачастую вредно поступают те, кто высыпает на человека в ворох готовых ответов, тогда как у человека еще не возникли вопросы. Правильно пришедший ответ хорош тогда, когда созрел и наболел вопрос. Когда же человек не ощущает пользы ответа, а еще не дозрел до того, чтобы задать его, то на него нельзя высыпать все это богатство и красоту евангельских ответов. То есть если земля мокрая, то поливать ее водой не стоит. А вот сухая земля будет пить воду жадно, ненасытимо и с большой благодарностью. И вот к моменту написания Екклезиаста, сам Екклезиаст, сам Соломон, и очевидно целый ряд книжников и мудрецов, и сама жизнь народная, само сердце человеческое уже дозрела до того, что земное счастье человеку настоящего счастья дать не может. Поставлен вопрос, как бы вообще, а хорошо ли быть, достигнуть больших лет, достичь до старости. Потому что везде старость хвалится, а Соломон подвергает это сомнению. Потому что ослабели в конце, он в самой книге пишет, ослабели мужи силы, помрачились, смотрящие в окно. Нету тех, кто мелет на жерновах, порвалась целочка у колодца. Это значит, что зубов нет, глаза померкли, сил не осталось. Чего хорошего? То есть он сомневается в этом. Сомневается справедливо. То есть, по сути, Экклезиаст равняет дорогу перед евангельскими добродетелями. Соломон ставит под сомнение, хорошо ли богатство. До сих пор ни у кого сомнений не возникало. Богатство – это абсолютное благо для ветхого человека. Да для нас сегодня, читающих Евангелие, богатство является таким идолом, таким красивым, с такими серебряными усами, с такой золотой головой, с такими фарфорными ногами. В общем, идол из идолов. Такая красота, что дальше некуда. И мы кланяемся этой мерзости маавицкой или амарейской. Кадим ему в разную меру. Соломон рушит этого идола. Если мы возьмем эту книгу и будем читать ее, а я надеюсь, что всегда, когда мы читаем Иова, говорим об этой книге, или читаем Экклезиаста, скажем, или Псалмы разбираем, то каждый раз вы сверяете слышанное с читанным и берете книгу, открываете ее, читаете, и таким образом получает сдвойная польза. Так вот, если мы берем Экклезиаста, читаем, то там есть очень много сказанного о том, что сует на богатство, и серебром не насыщается любящий его, не насыщается глаз видением, не насыщается ухослышанием, и что, в общем-то, нет в этом прочного счастья, которое бы нельзя было забрать у человека. Итак, Экклезиаст стоит в середине Писаний. Он уже чувствует тоску и ненасытимость ветхими благами, но еще нету и Евангелия, и он неизбежно тоскует. То есть это тоскливая книга, книга печали, книга, которая по духу может быть сравнена с пессимистическими книгами языческих мудрецов, то есть те, которые писали, скажем, в Индии или Китае, или в Египте, или в Вавилоне, а такие книги возникали в литературе мировой. Есть памятники того, что люди тосковали, печалились, собеседовали сами с собой, искали смысла и не находили его. Примерно так же, где-то во многих вещах, похожее размышление и Экклезиаста или проповедника, с той разницей, что он все-таки Бога знает. И он о нем вспоминает, если не постоянно, то часто. И когда становится в тупик, то вспоминает о Господе и говорит, что вот Бога бойся и заповеди его храни. Или там, я знаю все-таки, что будет суд для правых и неправых, что Бог все вернет на суд в свое время. Хотя он часто на страницах этого произведения позволяет себе выражать сомнения. Мы будем несколько дней подряд говорить об этой книге для того, чтобы она стала нашей книгой, чтобы она не лежала где-то. А чтобы мы знали, во-первых, что к сомневающемуся человеку нужно иметь снисхождение. Нам-то кажется иногда, что раз истина прозвучала, значит, все должны в ней уверовать сразу. А нет. Книга Экклезиаста, по крайней мере, учит нас такой правильной важной вещи, что сомневающийся имеет право на сомнение. И с сомневающимся нужно иметь некий такт, терпение к нему, потому что есть в Библии даже книга, такая целая книга «Сомневающийся человек». Ну и много там различных действительно пользы заключается различной, поэтому мы некоторое время посвятим тому, чтобы буквально некоторые цитаты зачитать из нее и поговорить об этом. Ну а сегодня прощаемся. Будем считать, что некий пролог, такое введение в книгу Экклезиаста или проповедника, книгу Соломонову, последнюю из книг Священного Писания, которая вошла в канон и авторизуется, как книга, написанная сыном Давида, царем Иерусалиме. До свидания, до скорой встречи и ангелы хранитель. До свидания.